здравствуйте дорогие мои поклонники компьютерных игр в эфире я уже не помню даже какой выпуск программы дэнди новая реальность сегодня как обычно мы расскажем вам о новых играх для пристав дэнди сега и супер нинтендо но еще будет много интересного и совершенно неожиданного сегодня нашей программе для восьмибитников рассказ об играх хищник и чип и дейл мы побываем с вами в магазине дэнди о котором мало еще кто знает формат сега шиноби супер 2 и индиана джонс последний крестовой поход супер battle tank для нинтендо ёши и пушистые каратисты но начнем как обычно с простенького с восьмибитных игрушечек для восьмибитник и приставочки дэнди джуниор а если ведь правильно хищник на восьмибитке наконец-то знал бы бедный арнольд шварценеггер в каком миниатюрном виде предстает он перед игроками на приставках дэнди сразу бы изменил о себе мнение не такой уж он огромный мощный мужик как оказалось разглядеть его мускулатуру может только острый детский глаз но у наших игроков именно такие глаза и есть а поэтому вперед за нами в погоню за коварным инопланетянином задумавшим разорить нашу бедную беззащитную планету и насадить на ней свои порядки не позволим не допустим и не пустим известный лозунг запретителей всех стран держать и не пущать здесь дополняется еще одним пожалуй самым главным стрелять каждая буква в этом слове стрелять заглавное то есть игра это по нашей классификации называется стрелялка но не из самых дым лазеры аэропланы гонки встряски эти замечательные проникновенные строки из мультипликационной песенки сами собой приходят на ум до того как вы включили картридж а когда картридж вставлен в приставку оказывается что том и джерри живет и побеждает не правда ли похоже резкий рейнджерс спасатель именно две буковки r и r на кубиках видите означают это понятие так вот так вообще называют в америке откуда родом наши герои провинциальных полицейских и форма чипа оттуда такая широкополая шляпа и меховая курточка пониже спины правда в отличие от американских провинциальных полицейских у чипа нету никакого оружия все чем он может располагать это вот эти таинственные ящики с непонятным содержимым но впрочем довольно эффективно побеждающие возникающих то тут то там противных мышей с ложками мы штате тоже можно поднять и здорово бросить наш восьмибитный рейд закончен и сейчас мы переходим 16-битный формат на сбит это в два раза больше на сбит это два раза лучше и первая игра для приставки сега это индиана джонас последний крестовый поход наконец-то и сега сподобилась использовать этот великолепный сюжет приключения археолога с давних пор уже первым фильмом по моему уже десять лет скоро исполняется волнуют сердца наших молодых и кстати не очень молодых зрителей но и вот формате сега появилась игра индиана джонс или последний крестовый поход бесстрашный археолог по прозвищу индиана джонс в который раз отправляется путешествовать по просторам новой реальности как вы помните ему предстоит найти сосуд грааль священную чашу дарящую бессмертие за этой колдовской тарой и поехал он в дальние страны перед вами первый уровень игры в котором наш храбрец слоняется по многочисленным этажам подземелья где-то здесь охраняемый врагами стоит сундучок вооруженный одним лишь кнутом традиционным оружием индианы он должен его найти и ударив по нему пять раз выколотить из него дополнительную энергетическую бутылку очень внимательны будьте прыгая с уровня на уровень ведь малейшая неточность в расчете и вы в пучине подземной реки откуда как видите выбраться не удается подлые охранники подземелья не просто мешают за под ногами а всячески способствует вашей гибели с ней разговор короткий два удара кнутом и все дела так дальше идем дальше супер шиноби помните такую игрушку шиноби была формате себе кстати теперь появился супер шиноби 2 вот включение ниндзи у ниндзи пальцы ловкие ноги тонкие руки длинные а глаза глаза у него узкие супер шиноби понеслась супер шиноби в принципе ничем не отличается от самого обыкновенного шиноби как вы не знаете что такое шиноби с чем его едят тогда смотрите и наматывайте на ус шиноби имя славного представителя одной из древнейших профессий нет он не журналист и не учитель он ниндзя он не спит не ест не курит естественно не только потому что хочет быть здоровым и красивым а главным образом из боязни быть унюханным разнообразными собаками и вражескими носами а вот сам он нюхать не слабо бывало найдет какой-нибудь кусочек в лесу и прежде чем есть понюхает внимательно а потом уж в рот ниндзя обладает способностями исчезать и появляться в любом нужном месте он кидается шурикенами такими острыми звездочками направо и налево если в том месте куда полетел шурикен стоит вражина подлая смерть ему мучительная но быстрая как конь враной а вообще-то говоря никакой он не страшный не жестокий просто ему нужно выполнить важное задание своего правительства а они гады ему мешают на столе у меня образцовый беспорядок как у всех игроков на компьютерных приставках все картриджи развалены все разбросано джойстики висят с потолка ну а сейчас мы переходим в самый заветный самый желанный самый формат супер нинтендо но прежде чем мы это сделаем давайте-ка посмотрим как у нас обстоят дела в городе москве с игровыми приставками и картриджами просто на же программе мы рассказывали вам о том что происходит в магазине дэнди на ленинском проспекте в доме 99 если 99 прибавить 10 сколько получится 109 совершенно верно получится 109 именно в таком доме номер 109 на проспекте вернадского располагается второй магазин дэнди куда мы сейчас с вами и направляемся а небоскреб которого только что видели в кадре пока еще не принадлежит фирме дэнди пока в магазине на проспекте вернадского 109 как всегда людно школьные каникулы в самом разгаре и целые толпы уставших от учебников и тетради подростков осаждают магазин кто просто посмотреть ну а кто и купить себе картридж или приставку дэнди ты например знаешь как отличить настоящую приставку дэнди от поддельной вот а ты знаешь нет кто-нибудь из вас знает как отличить настоящую приставку от поддельной продавец поможет выбрать хорошую нет тут поддельные приставки не продаются но они продаются в других местах давайте посмотрим маленький сюжет о том как отличить поддельную приставку от настоящей товары от дэнди можно купить везде но как отличить их от подделок только настоящие товары от дэнди имеют гарантию 6 месяцев и фирменную наклейку или надпись дэнди на коробке но лучше всего сделать покупку в фирменных магазинах дэнди красная пресня 34 петровка 12 переход метро театральная гум как тебя зовут алёша это твой чек да да пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот рублей что покупаешь сегу а почему именно сегу ты решил купить ну больше всего нравится но честно говоря супер нинтендо то получше чем сега у меня сега все сега нравится а какая у тебя приставка до этого была дэнди что ты с ней теперь сделаешь ну дома оставлю у тебя братьев нет и сестёр не страшно не страшно да ты ей отдай ну одна и будет играть у тебя день рождения сегодня что ли нет просто родители расщедрились и тебя снабдили деньгами угу а какой ты картридж хочешь купить или ты только купишь приставку не выбрал сейчас посмотрю там и куплю а на картридж деньги есть есть ну поздравляю тебя с приобретением стройными рядами маршируют подростки в магазин на проспекте Вернадского 109 выкрикивая несвязные слова фирма дэнди сошла с ума фирма дэнди сошла с ума фирма дэнди сошла с ума баснословно дьявольские низкие цены на весенние распродажи в магазинах дэнди в магазинах дэнди грандиозные распродажи дэнди юниор 99 тысяч сега мега драйв 2 530 тысяч фирменные гарантии 6 месяцев большой выбор картриджей фирменные магазины дэнди красные пресси 34 петровка 12 переход метро театральная гу фирма дэнди фирма дэнди фирма дэнди атака они жарся копается называется я собираюсь прост splitting юристов fiz可以 нет месяц я часто их breakup нет знаете Вы знаете? Нет. Нет. Что такое геймбой, знаешь? Геймбой? Да. А это хорошо. Я сейчас спрошу у этого малыша, что такое геймбой. Малыш, что такое геймбой, ты знаешь? Нет. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что это такое? Нет. Ты знаешь, что это такое? Тетрис. Нет, это не Тетрис. Ты знаешь, что это такое? Да, это геймбой, производство Нинтендо. Что такое геймбой? Геймбой? Играющий мальчик по-английски. Ну а что вот это такое? Ну это тип маленькой приставки Да, здесь изображение на жидких кристаллах Работана она от батареек Можно подключать наушники Есть звук, 8-битная Откуда ты так много знаешь о ней? У меня она есть У тебя есть геймбой? Да Ты в школе, в дороге, на работе или отдыхе? Тогда геймбой! Карманный, со сменными картриджами, в которых сотни твоих любимых героев Геймбой никогда не дает Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране Геймбой всегда с тобой Как видите, немногие знают, что такое геймбой Давайте я вам сейчас об этом расскажу Компактная игровая видеосистема, увидевшая свет несколько лет назад в Японии Очень шустро стала популярной во всем мире Если бы вам удалось прокатиться в Нью-Йоркской подземке или во французском автобусе То вы обязательно увидели бы тут и там стриженные затылки ребят, опустивших голову и увлеченно играющих на сереньких коробочках с надписью Геймбой Поклонники видеоигр, не желая расставаться с любимым занятием, берут новую реальность с собой Играть в Геймбой можно в любом месте, в любое время, не подключаясь ни к телевизору, ни к электрической сети Десяток картриджей для этой забавной штуковины легко умещаются в кармане куртки или джинсов В портфеле и сумке их нужно найти штук 100, если, конечно, такое количество вам по карману Четыре подземки хватает на несколько часов игры, а стереозвуком вы насладились надев обычный наушник от плея При помощи регулированного контраста изображения звук, вы сможете догнать машинку под свой индивидуальный вкус А о том, что Геймбой вещь стоящая, говорит тот факт, например, что в прошлом, в 1994 году, в Америке и Германии их было продано 26 миллионов штук В миниатюрном Тетрисе, до недавнего времени единственной портативной игровой системе, всего одна игра И когда она надоест, приходится забрасывать весь аппарат в дальний угол шкафа С Геймбоем ситуация иная Все самые популярные игрушки переведены на портативный формат Вот лишь несколько названий Donkey Kong, Probotector 2, Mario & Yoshi, Mortal Kombat 2 и еще сотни наименований Боюсь, придется открывать в нашей программе рубрику об игрушках для Геймбоя Потому что в эти дни волшебное изобретение ушлых японцев пришло и к нам Унесем в кармане мир новой реальности Геймбой всегда с тобой Ну а вот теперь уж, теперь точно пришло время Мне уже приставка разогрелась И открываем первый картридж для Super Nintendo Фирма Absolute Не путать с водкой Absolute Хотя я уверен, что вы ничего про водку Absolute не знаете Может быть ваши родители когда-нибудь ее пробовали Хотя я тоже в этом очень сильно сомневаюсь Водка плохо Super Nintendo хорошо Super Nintendo Настоящее японское качество Технология, не имеющая аналога Супер игра, в которой ты повелитель Будь хозяином новой реальности Уже сегодня в магазине Дэнди по всей стране Совершенная игровая система Super Nintendo Super Battle Tank 2 Супер он и в Африке супер А Battle Tank по-английски Означает боевой танк Вторая серия Это супер потрясающий эмулятор Боевых действий внутри танка Давайте посмотрим До чего же дошла фирма Sony Electronic Publishing И Absolute Заводи моторы По машинам Ребята Говорят, худой мир лучше доброй войны С этим утверждением трудно не согласиться Разве что речь не идет о компьютерных играх Тут любая самая кровопролитная война Не причиняет никому никакого вреда Ну, разве что пальцы устанут Или мозоли натрутся В башне танка Battle Tank 2 Просторно и не дует Немного потряхивает при выстрелах Но к этому быстро привыкаешь Кстати, современный танк Это совсем не то, что мы видели с вами В фильмах про войну Сегодня это компьютеризированный аппарат Сравнимый с самолетом Или космическим кораблем Лазерное прицеливание Гироскопы Перископы Спутниковая корректировка курса И всевозможная электроника Вот что такое современный танк Но кто вам даст порулить такой машиной Кроме нас Хозяев новой реальности Игрушка для хмурых любителей Нажимать на гашетку Для тех, кто любит запах пороха И лязг гусениц Просохшейся от зноя пустыни Девчонки недовольно повели носом Мальчишки заерзали на стуле Правильно заерзали, ребята Стратегические навыки Приобретенные в игре Пригодятся вам в дальнейшей жизни Тем более вероятность того Что в армии вам придется залезть В башню настоящего танка Очень велика Желаю вам от всей души Чтобы выстрелы и бои В которых вы будете принимать участие Тогда Были только учебно-тренировочными Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот Такие вот красоты Я не знаю Многие из вас, наверное, мечтают пойти в армию Придет время И вы туда обязательно пойдете Может быть, кто-нибудь из вас станет танкистом Может быть, кто-нибудь станет артиллеристом Так вот, после такой игры Вас обязательно возьмут танкисты Когда вы придете в военкомат Сейчас весна Весенний призыв У нас, кстати, очень много зрителей Которым уже 18 лет Пора в армию Так вот Купите эту игру Поиграйте в нее Приходите в военкомат Скажите, я хочу быть танкистом Вам скажут С какой стати? Скажите, я играл в Super Battle Tank 2 И все Вас возьмут танки Следующая игра Yoshi's Safari Аааа Вот Теперь-то все и понятно Дело в том, дорогие мои Что эту игру Я вставлю в приставку А в руки Возьму кое-что другое Догадались что? Не догадались? Бестолковенький Вот что Super Nintendo Skop Не путай с фунендоскопом Гороскопом И стетоскопом Это не что иное, как пулемет-автомат, но не Калашникова, а Нинтендовского. Вот такая вот, такая вот дура, которую я не знаю даже пока как держать. А, вот, вот. А тут вот кнопки, видите? При помощи этих кнопок вы можете производить сокрушительный огонь. Ну, конечно, не по живым мишеням, а по мишеням в игре Йоши с Сафари. Йоши это, как вы помните, друг Супер Марио, маленький динозавр. Нам осталось только подключить прицел и напоследок сказать несколько слов. Во-первых, прошу обратить внимание, что никаких проводов к этому устройству не подходит. Он на батарейках и, в принципе, стрелять можно, бегая по комнате, но стараясь попасть все-таки в телевизор. Во-вторых, в коробке лежит картридж. Целых шесть стреляльных игр внутри этого картриджа. Но мы в него давайте сегодня с вами не будем играть, а сразу перейдем к Йоши. Йоши устроил Сафари, и вам на плечо ложится удобный Нинтендоскоп. Не путать с гороскопом. Сафари с Базукой такого еще не было. Ни в настоящей жизни, ни у нас в мире новой реальности. Вы, конечно, знакомы с Йоши, неразлучным другом Супер Марио. Усатый водопроводчик, видно, отлучился ненадолго по своим водопроводным делам. То ли трубу прорывало где, то ли принцессу очередную стану спасать. А Йоши подхватил Базуку и отправился на Сафари в Саванну. Острый глаз динозавра ловит на горизонте экзотическую дичь и ба-бах, ба-бах, ба-бах. Признаюсь честно, мне до сих пор не ясно, как технически осуществляется связь телевизионного экрана, в который нужно целиться, с самой приставкой. Но это и не обязательно понимать до конца. Надо просто поплотнее прижать оружие к плечу и нажать кнопку старт. Все остальное зависит только от остроты ваших глаз и реакции. С тем, что настоящее взрослое Сафари в принципе дело ненужное и жестокое, приносящее непоправимый урон природе и животным, я целиком и полностью согласен. Но когда от выстрелов испаряются в воздухе электронные львы и носороги, совесть моя чиста. Вот это да! Какая штука, ребята, дорогие! Это просто невозможно! Ну, кстати, тут прицел сделан для тех, кто любит на правом плече базуку носить. Но, если вы любите носить базуку на левом плече, то вы ее спокойненько переставляете на левую сторону. И вот, пожалуйста, мне так базуку неудобно. Даже не могу себе представить, что так можно было играть. Но я знаю, что есть левши среди вас. Этот автомат и для правши, и для левши. Последняя игра для Супер Нинтендо уже очень мало времени у нас остается с вами. Носит такое название Brutal. По-английски Brutal значит жестокий. Но эти милые пушистые зверушки на обложке совсем ни о чем не говорят. Это очень похоже на Mortal Kombat, на Street Fighter. В общем, это такая единоборная игра. Только участвуют в ней не каратисты, не японцы, не китайцы, не американцы, а зверушки. Поехали! Великолепная смесь обаяния и восточных единоборств. Вот что такое эта игрушка. Mortal Kombat только для самых маленьких. Для тех, кому страшно и неуютно драться до крови даже на экране компьютеров, а повозиться, поизображать из себя настоящих каратистов хочется. Хочется? Пожалуйста. В царстве пушистых зверушек эти поединки носят вполне игрушечный характер. С точки зрения исполнения, игрушка заметно уступает признанным авторитетам подобного рода. Нет тут ни потрясающей анимации, ни сногсшибательных фонов. Но от этого мохнатые лапы не становятся менее сильными, а поединки менее захватывающими. Давайте посмотрим, на что способен заяц, когда его как следует раззадорят. Посмотрим и решим для себя. Настоящие мы каратисты или просто так погулять вышли. Те из вас, кто смотрит нашу программу, могут делать ставки. Я думаю, что победит заяц в шляпе. А вы? Ну точно, коронный удар, и все. Я выиграл. А вот это уже другой персонаж. Против заяца сражается какой-то непонятный волк. Он еще и на гитаре играет по ходу, представляете? Но коронные удары нашего героя, похожего на героя Mortal Kombat, делают свое дело. Время нашей программы подошло к концу. Давайте, как обычно, подведем итоги нашей сегодняшней программы. Мы познакомились с двумя играми для Dendy, с двумя играми для Sega, с тремя играми для Super Nintendo, постреляли из базуки, разгадали тайну коробочки Game Boy, побывали в магазинах Dendy. Боже мой, что же мы еще только с вами не сделаем в следующем выпуске нашей программы. До встречи через неделю. Пока!